Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим говорить о книге пророка Амуса, обратимся к восьмой главе этой книги. В восьмой главе продолжается ряд видений, о которых свидетельствовал пророк Амус, и проповедь, которая была, по-видимому, записана после его изгнания, после его смерти, здесь затруднительно достаточно указать точное время. Но важно, что именно видит пророк, что именно Бог ему показывает. Вот в восьмой главе такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. Что ты видишь, Амус? – спрашивает его Господь. И Амус говорит, ну вот корзину со спелыми плодами. И посмотрите, по-видимому, действительно в какой-то момент Амус видит корзину со спелыми плодами. Может быть, проходя по рынку, а может быть, еще в каком-нибудь месте видит эту самую корзину, замечает ее, думает, значит, вот пришло время сбора плодов. И в этот момент Господь говорит ему, вот так и в жизни Израиля. Пришло время сбора плодов. Плоды созрели. Приспел конец народу моему Израилю, говорит Господь. Стало быть, это зрелище, корзины со спелыми плодами, наводит Амуса на мысль о том, что вот уже плод, который мог бы принести народ Божий Богу, этот плод уже созрел, уже, в общем, больше ждать нечего, ничего уже не изменится, он не будет еще более спелым, можно собирать плоды. Вот надо сказать, что этот образ сбора плодов, которые народ Божий приносит Богу в виде своей жизни, этот образ во всем священном писании, от пророка Амуса, от середины 8 века Дружеского Христова, вплоть до притчи о винограднике Господа нашего Иисуса Христа, существует этот образ народа Божьего, как виноградника, который приносит Богу плоды. И Амусу, Бог говорит, приспел конец народу моему, не буду больше прощать ему. Значит, до какого-то времени долготерпение Божье подразумевало возможность для людей как-то жить дальше, что-то менять в своей жизни. Но наступает момент, когда Бог говорит, все, хватит, все, больше я этого терпеть не буду. Ну, людям часто кажется, что будет. Людям часто хочется, чтобы эти слова оказались какой-нибудь аллегорией, да, которую можно не иметь, не принимать во внимание, да. Конечно, хочется, чтобы Бог говорил, да-да, ну ладно, буду еще терпеть, еще, и еще, и еще. А Бог говорит, все, больше не буду прощать. Вот в предыдущей главе «Отвес среди народа моего» уже видно, что прямое, что кривое. И вот плоды созрели. Приспел конец народу моему, Израилю. И песни чертогов в тот день обратятся в рыдание. Господь говорит о гибели народа. Ну и в сущности, понимаете, ведь речь идет о событиях, которые, ну, максимум через, там, четверть век, может быть, чуть больше, 30 лет после слов пророка Амуса, собственно, и произойдут. Речь идет, конечно, о нашествии ассирийцев, которые разрушат северное царство. И в 722 году Самария и все жертвенники Ефиля, и все это будет разрушено, и угнаны будут жители земли той, и перемешаются с разными окрестными народами. И все это произойдет очень-очень вскоре. Теперь мы-то знаем, что это слово пророка, слово Божье, которое дается через него, оно действительно было вещью совершенно реальной. И все именно так и произошло. Но поэтому так тоже важно посмотреть, как объясняется то, что будет происходить. Вот эта грядущая гибель, это истребление, алчущее поглотить бедных и погубить нищих. Вот вы это выслушаете, говорит Господь Бог. Снова и снова вы говорите, ой, скорее бы все эти праздники с их религиозными запретами прошли, и субботы, когда нельзя торговать, чтобы нам скорее открыть магазины и продавать, и продавать, и уменьшать веру, и обманывать неверными весами. Таким образом, Господь видит, что на самом деле люди, может, формально-то и соблюдают какие-то религиозные запреты, в том числе календарные, но на самом деле думают только о том, как бы обмануть и заработать прибыль, в общем, нечестным путем. И необходимость под давлением обстоятельств какие-то религиозные приличия соблюдать, для них скорее тягота, чем благословение. Вот вы мечтаете, чтобы скорее прошла суббота, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви. Снова Бог говорит о том, что общество, в котором живет пророк Амос, в котором он свидетельствует о Боге, это общество поглощено вот таким мелким бытовым насилием, наполнено неправдой и грабежом. Причем эта неправда и этот грабеж, в общем, выглядят некоторой благопристойностью, обличены в какие-то такие внешние формы, которые позволяют завуалировать неприглядную сущность. Понимаете, речь идет именно о таком, в общем, социально-экономическом насилии. Здесь не говорится там о ставках по кредитам, но в сущности покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви – это оно и есть. И обманывать неверных весами и так далее. Здесь можно на самом деле в сегодняшней реалии практически все спроецировать. И это важно, потому что, понимаете, Бог ведь вовеки тот же. И то, что Бог ненавидит 28 веков назад, не становится правдой в его глазах сегодня. Неправда все равно будет неправдой. И вот Господь говорит поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Бог говорит о том, что он все помнит, все, что люди делают. И тоже обратите внимание, какие-то славные достижения, которыми пытаются гордиться люди, вот как в шестой главе. Восхищаетесь ничтожными вещами. То, чем мы восхищаемся, все эти ничтожные вещи, в общем, не имеют значения перед Богом. Но вот этой неправды, насилия, высокомерие, пренебрежение друг к другу, несправедливости, не забуду, говорит Господь. Не забуду. Это не пройдет просто так. Для того, чтобы помириться с Богом, для того, чтобы Бог действительно забыл и простил, надо что-то сделать, надо исправить жизнь. И не просто там какие-то религиозные телодвижения, а именно исправить эту жизненную неправду. Потому что иначе поколеблется земля и восхлачет каждый живущий на ней. И вот, снова обращаясь к теме дня посещения, пророк говорит о том, что это будет день, когда все пойдет не так, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. Кстати, в новозаветные времена некоторые толкователи полагают, что этот 9 стих 8 главы своего рода пророчество о том затмении, которое имело место в час смерти Господа нашего Иисуса Христа на кресте. И в самом деле дальше Бог говорит через пророка «Обращу праздники ваши в сетование и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Таким образом, в целом Бог свидетельствует о том, что закат солнца в полдень, плач о единственном сыне, горечь конца вот этого неправедного, несправедливого и лживого общества, эта горечь становится неизбежной. Но пророк не был бы пророком, если бы только предвещал неотвратимые бедствия, потому что всегда Господь, говоря через пророков, предлагает и какой-то другой путь, какую-то альтернативу, какое-то другое измерение. И поэтому здесь, в конце восьмой главы, вдруг Бог говорит удивительную вещь. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я пошлю на землю голод, но не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Таким образом, дальше, в следующей, в девятой главе, он будет говорить об остатке Израиля, и он говорил об этом в предыдущих главах. Ну вот, откуда же он возьмется, этот остаток, те, кто смогут не погибнуть? Вот оказывается, жажда слышания слов Господних, и будут люди ходить от моря к морю, и скитаться, ища слово Господне, и не найдут его. Вот эта мысль для пророков тоже очень важна, не только для Амоса, мы увидим ее и у других пророков, например, у Исаии Вавилонского. Слышание слов Господнего – это что-то такое, что может изменить человеческую жизнь, и судьбы человечества тоже могут измениться от того, что люди услышат это слово Господне. И вот пророк заканчивает эту главу, говоря, что те же, кто ищут иных богов, кто поклоняются всякой билиберде, жив Бог твой дан, и жив путь в Версаве, и так далее, вот они падут и уже не встанут. Шанс есть только у того, кто жаждет слышания слов Господних.